Близзард, объясните, что это за херня? Вот это вот конкретно что? А вот это что? А это? А это вы как объясните? Какая другая версия Overwatch? Я тоже что ли? У меня только заходит в игру, подождите, у меня только заходит, подожди, подожди. Так, 9 друзей играют, social. Ты не можешь, да. Сука, блять! Да, мы не можем пригласить друг друга, потому что мы якобы находимся в другой версии Overwatch, когда мы все в одной версии находимся. Но даже после преодоления двухчасовой очереди ты не можешь чувствовать себя в безопасности, потому что... Опа! Вот, отлично. Ну, значит, я пойду спать. Проблемы возникают сейчас буквально у всех. Каждая новость про Overwatch 2 сейчас о том, что что-то у кого-то сломалось. На протяжении двух дней в игру просто было невозможно попасть. У кого-то пропадают скины, у кого-то пропадают персонажи, у кого-то игра вообще не работает. И еще огромная куча проблем, которые об игре не расскажут вам ровным счетом ничего. Максимум, о чем они вам расскажут, о том, какие Blizzard молодцы на самом деле. Но хей-хей, долгожданный сиквел стагнирующего, но все еще любимого многими Overwatch'а вышел. И вот сейчас сделайте, пожалуйста, удивленное лицо. Это просто крупный патч. И имеет ли мне смысл делать ответку на свой же собственный ролик по поводу бета второго Overwatch'а? Я думаю, имеет. Все потому, что, понимаете, зацените, какие я себе изика купил вместо своих Джорданов старых. Скажите фейк из фак, убью нахуй. Короче, я не думал, что я скажу такое, но режим с поиском по ролям сейчас реально необходим. И это, возможно, единственный способ, как нужно играть в Overwatch 2, если вы хотите играть нормально. Да, я все еще не люблю этот режим за его ограничения. Я все еще не люблю, что игра ищется дольше. И это сейчас поиск занимает 2 минуты вне зависимости от роли, а представьте, что будет через полгода, через год. Но почему же теперь я оправдываю этот режим? Все дело в ребалансе героев, а конкретно танков. Весь баланс сейчас подстроен под мету с одним танком. И когда вы идете в игру без ограничений по ролям, вы должны осознавать, что вы там встретите не одного танка, а двух. А то и трех. А как вы понимаете, в мете с одним танком танки должны быть очень сильными. Теперь представьте, что их трое. Ну а на самом деле, по сравнению с первой закрытой бетой, свою долю ребалансов и изменений получили уже все. Кому-то дали больше здоровья, кому-то больше урона, кому-то больше щитов. Кто-то саппорт, и они плачут. Ну, я по крайней мере, потому что я Люсио Мейн. И плачу я, потому что Кирика слишком хороша, а играть я на ней не умею. Самый значительный из реворков, конечно же, получила Ариса. Я о нем уже говорил, и повторить мне не западло. Теперь она орудует дживелином, который она может раскрутить перед собой на Ешку. Раскручивание дживелина перед собой поглощает весь входящий урон, ускоряет Арису, а также сталкивает всех, кто находится на ее пути. На правую кнопку мыши она кидает дживелин, и если он попадает в противника, который находился рядом со стеной, то он получает дополнительный урон от удара от этой самой стены. Ну, а стяг, который раньше был на ПКМ, стал эффектом ульты. Ариса притягивает к себе всех, кто находится рядом с ней, замедляет всех, кто остается в ее радиусе, и начинает раскручивать свой дживелин, оставаясь уязвимой и заряжая его до 500%. В любой момент заряд можно прервать и ударить со всей силы по области вокруг себя. Щит, дающий дополнительную броню, остался прежним, но вот все остальные изменения делают Арису максимально мобильным танком. Это буквально другой персонаж. А, ну да, еще у ее пушки теперь бесконечный боезапас, но она требует охлаждения. В общем, да, я из закрытой беты об этом говорил, но реворк мне нравится. Как и все вообще изменения еще во время закрытой беты, полноценный реворк также получил бастион. Тогда я на нем не наигрался, поэтому ничего про него не говорил, да и сейчас в общем-то тоже, потому что его удалили из игры, потому что он был сломанным. И Торверн, походу, тоже был сломанным, его тоже удалили, но только из соревновательных матчей, не из игры прям совсем. Так что да, вот эта строчка про 35 уникальных персонажей, это пиздеж, потому что у нас их в игре сейчас 34. Когда Близзард хоть что-нибудь сделает нормально. Думфис стал танком, лишился апперкота, научился делать файтинговый блок, бла-бла-бла, все то же самое. И все еще я считаю, что танком ему быть некомфортно, он слишком слаб для этого. Но, тем не менее, запас здоровья ему увеличили. Ну и все прочие изменения по поводу того, что Мэй не замораживает, а Макры кидает не в стан гранату, а обычную гранату, которая, кстати, оказывается достаточно полезной против саппортов, у которых очень хороший эскейп. Два чарджа у Ройнхарда, новая альтернативная атака у Уинстона, в общем, все осталось прежним. И все вот эти новые переработки с ребалансами старых персонажей чувствуются достаточно хорошо, до тех пор, пока не появляются новые персонажи. А кто-нибудь помнит Пеладинс? Кто-нибудь помнит, что он появился, конечно же, раньше, чем у Овервотча, то, что Овервотч у него все спиздил? Так вот, походу, реально, Овервотч сейчас все начинает пиздить у Пеладинс. Пока в Овере у нас был всего один Солдат 76, в Пеладинс у нас было их целых двое. А сейчас и в Овервотче появилась Саджорн, которая, по факту, просто прокачена Солдат 76. Скажем так, если бы это было обычным реворком Солдата, ну то есть ему бы дали пушку Саджорн, то это бы тоже сработало, наверное. Ну и отличия, конечно, есть. Пока Солдат это Хитскан, Саджорн это Проджектайлы. Даже ее рельса это Проджектайлы. Короче, она стреляет обычным автоматическим огнем из штурмовой винтовки, накапливая себе заряд на рельсу. Райлган у нее альтернативным огнем. На Shift она делает подкат, после которого может высоко прыгнуть. На Е кидает гранату, которая дамажит по области, и она очень противная. А ультимейт просто быстро заряжает ей рейлган, позволяя спамить. Я говорю обо всем этом так скучно, потому что по факту этот персонаж состоит из частей других персонажей. Вообще без каких-либо особых изменений. Играется-то она сама по себе в целом неплохо, но вот вообще не ощущаешь никакой новизны у этого персонажа, как будто она была сделана только для галочки. Ах, ну да. Это ж первая черная женщина в Овервотче. До Версти Спейс Тул, не забываем. Девочка в Овервотче. Толпу и должен кого-то запинуть и ударить об стену, но на самом деле нет. Ты просто пролетаешь сквозь толпу, и всем сквозь кого ты пролетаешь, ты наносишь дебаф, чтобы они не могли хилиться. Ну а также метательный нож на правую кнопку мыши, который, во-первых, подтягивает того, в кого ты попал. Во-вторых, наносит кровотечение. В-третьих, он как бумеранг возвращается к тебе в руку, и возвращаясь, задевая кого-то, также наносит урон. И особо много про Джанкер Квин мне сказать нечего. За неё приятно и весело играть, и она, в принципе, хорошо показывает себя в соло-танк. Как танчес... танков. Да в пизду, Близзард халтурили с Овером, почему я должен стараться над видосом? Опять спиздили с паладинс. Ладно, давайте конкретно... Говно. Просто ужасная короткометражка, которая по говёности может посоревноваться только с короткометражкой про Диву. Музыкальная тема персонажа просто отвратительна. Я виабушник, я люблю рэп, и даже с такими своими, не самыми лучшими качествами, я говорю, что эта тема полностью сосёт. Причём не только потому, как она подходит персонажу или нет, а как и сама песня, она просто говно. Заказали бы трек, например, у Ады. Вы вообще слышали, как она в Open Guilds Jorgedment орёт? Но сама Кирика как герой, это лучший герой в Овервотче. Во-первых, она полностью вписывается в новую динамику, а во-вторых, у неё, пожалуй, самый необычный геймплей среди саппортов. Метательные кунаи для высокого ДПСа. Два куная в голову и 200 хп как не бывало. Пять талисманчиков на отхилл, если они жёлтые, то ты попал, если синие, то не попал. Возможность телепортироваться к любому тиммейту в радиусе 30 метров. А также кинуть шашку, которая способна засейвить любого вообще человека. Во-первых, дать небольшой фрейм неуязвимости, а во-вторых, снять все дебафы. И на ультимейте выстраивается путь Китсуна из ворот Тории, находясь в которых все тиммейты будут получать плюс к скорости, вообще ко всему. А ещё она может вертикально карабкаться по стенам, и... вы вообще заметили, что только японцы могут карабкаться по стенам? Так, надо было уже закругляться. Чё я там говорил про динамику? Новый режим с роботом в целом неплохой, и карты на него нарисовали очень красивые. Функционально понятные и достаточно гибкие. И я сейчас скажу, может быть, странную вещь, но Overwatch 2 работает хорошо, действительно хорошо, только на новых картах, если вы играете с новыми персонажами. Просто потому что общую систему и то, что у нас теперь 5 на 5, это на игру значительно повлияло, а вот на старых картах это смотрится так себе, как будто это просто в кастомке запрограммировали. Монетизация! Батлпасс! Моя персональная проблема в том, что меня уже, если честно, заебали все эти батлпассы. Чуть более объективная проблема, это один из худших батлпассов в принципе. Почему, когда батлпасс в той же Halo уже во втором сезоне? Когда батлпасс в Fortnite, когда батлпасс в Apex позволяют тебе окупить его, и на эти внутриигровые деньги взять следующий? Батлпасс в Overwatch, во-первых, имеет всего лишь одну его строчку, он не подразделяет его на платный и бесплатный, он имеет все в одной строчке смешано, так еще не позволяет его окупить, и более того, засовывает в него героев. Ой, это фри-то-плей, зачем отдавать героев бесплатно, ни один шутер так не делает, ни одна геройская игра так не делает, так делает Dota 2. Почему Dota 2 так может делать? Герои в батлпассе есть как и в платном, на первом уровне, так и в бесплатном, на 55-м. Но чтобы прокачать 55-й, надо потратить 50 часов, примерно, по подсчетам из интернета беру эту цифру на самом деле, так что не скажу сам, потому что у меня герои-то с первого уровня есть. И это сейчас Кирика дают всем, у кого был первый Overwatch, а так нет. Более того, если у вас не было первого Overwatch, половину ростера персонажей вам придется разблокировать путем гринда их испытаний. И уж извините, но в геройском шутере, где все строится именно на героях в первую очередь, а лочить их таким образом, это вообще некрасиво. Тем более мы все еще не можем точно сказать, как доставать героев после того, как сезон закончится. Просто покупать их? А сколько они тогда будут стоить, если 1900 монет, практически 20 долларов, стоят легендарные скины, которые тем более из первой части. Знаете, я помню, как в Halo Infinite люди жаловались на слишком завышенные цены в магазине, и на то, что Battle Pass там не окупается, и во втором сезоне это исправили. И поступит ли Blizzard так с Overwatch 2, или как в Diablo Immortal они добавят еще одну внутриигровую валюту? Посмотрим, посмотрим, но в таком виде монетизацию оставлять точно нельзя, и с доступом к персонажам надо что-то придумывать. В общем, таким получился Overwatch 2, анализ получился достаточно слабым, потому что, как я уже и говорил в своем прошлом ролике, анализировать это все лучше на примере Competitive, но... Слушай, погнали в этот, в Compete Overwatch. Не, брат, я думаю, мимо. Нас уже набрался FullStack, так что, я думаю, не сегодня. А, ну... Так что, давай, удачи. Пока... Да, я тот самый шестой тиммейт. И... А, там же еще это... ПВЕ, по-моему, должно было. Ну, как... ПВЕ, блядь... Да? Они не забыли? Нет?